МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Валерия Новикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Герою России слава семье погибшего воина вручили медаль ордена «Золотая звезда». Впереди непростое лето. В Саранске прошло торжественное собрание в честь юбилея пожарной охраны. Самый благой порыв молодежный парламент сдал кровь для бойцов СВО. Уборка масштабов страны Мордовия массово присоединилась ко всероссийскому субботнику. Когда день, год кормит, в республике продолжается сев яровых. Мордовия бесконечно гордится, но вместе с тем глубоко скорбит. В республику пришла высшая награда. Указом президента за мужество и героизм, проявленное при исполнении служебного долга, звание Героя Российской Федерации, присвоено Григорию Слугину. Гвардии капитана уроженца села Баева Ордатовского района. Наш земляк, настоящий патриот своего отечества, совершил на поле боя подвиг. Выполнял боевую задачу до последнего. Погиб от полученных ранений. Звезду Героя России глава региона Артем Сдунов вручил родным и близким воинам. Кажется, что невозможно найти слов, чтобы описать все чувства. Огромная гордость и безграничная боль слились в этот момент воедино. Мордовия чествует Героя, Героя России. Наша земля во все времена славилась своими сынами. Героическую плеяду настоящих мужчин, защитников отечества, продолжил Григорий Слугин. Уроженец села Баева Ордатовского района, порядочный, честный, справедливый, всегда искренне любящий свою родину. Он по зову души выбрал профессию военного. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова. Затем служил в Министерстве обороны с самых первых дней спецоперации, защищал и берег любимую страну. Задачи командования выполнял всегда самоотверженно, с огромным желанием сохранить жизни своих товарищей. Совершенно заслуженно ему досрочно присвоили звание капитана. За успешное выполнение задач и грамотные решения Григория отметили медалью «За отвагу» и двумя орденами мужества. Но главный его подвиг и главная награда были еще впереди. Решением Верховного главнокомандующего он награжден за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач специальной военной операции. Группе капитана «Слуги» на команду мне доверяла самые важные и ответственные задачи. Уважаемый Александр Григорьевич, Татьяна Васильевна, Алена Михайловна, очень хочу, чтобы вы почувствовали сейчас поистину всенародную поддержку. Ваш муж и сын был настоящим офицером, настоящим человеком и настоящим героем. И погиб до конца, выполнив свой воинский долг. Таким он останется, дорогие земляки, для всех нас. Его подвиг навсегда в памяти семьи, в истории нашей республики и всей нашей большой страны. Низкий вам поклон, что вы воспитали такого человека. В сентябре 2023 года капитан «Слуги» выполнял задачи по обороне села Вербовое Запорожской области. Ночью 25 числа противник начал ожесточенное наступление. Начальник штаба гвардии капитан завязал на себя управление огнем артиллерии. Выдвинулся в сектор главного удара противника, чтобы оказать помощь командиру роты и подавить наступление. Благодаря смелости, мужеству и грамотным действиям Григория, враг понес значительные потери и начал отступать. Не сумев взять населенный пункт от безысходности, атаковал позицию дроном. Его не удалось перехватить. Капитан «Слуги» погиб от полученных ранений. За достойного сына родителей поблагодарили представители Минобороны. Григорий был героем в жизни и стал героем в бою. Очень трудно говорить, прошу прощения. Воздушно-десантные войска всегда будут вместе с вами, всегда вас поддержат, в этом не сомневайтесь. Григорий всегда останется в нашей памяти. Спасибо вам. Спасибо вам за воспитание сына. Знак особого отличия, медаль «Золотая звезда» Артем Сдунов передал семье героя, его супруге и родителям. Память Григория Слугина почтили минутой молчания. После передачи награды глава Мордовии побеседовала с родными воина. Артему Сдунову рассказали, с самого детства Гриша был серьезным, рассудительным и очень любознательным. Интересовался историей в целом и родословной своей семье. Учился всегда хорошо, занимался спортом, а еще у него было очень доброе сердце. О профессии военного Григорий действительно мечтал. Помню, он позвонил и говорит, мам, у меня мечта сбылась. Я, конечно, очень сильно за него радовалась. Не только ему и отец. Отец, вот с детства он учил их, что ставьте цель и идите к этой цели. Достигнули, другую ставьте. И всегда идите по жизни вот так. Григорий наш, у него улыбка такая вот была лучезарная. Алена Слугина поделилась. Познакомились они в 11 классе, когда сдавали единый государственный экзамен. Тогда девушка с первого взгляда поняла, этот парень станет ее мужем. Но пути молодых людей на время разошлись. От судьбы не уйдешь. Алена и Григорий и правда поженились. Они как две половинки одного целого. На расстоянии их любовь только крепла. Он был моей поддержкой, опорой. Мы настолько были близки с ним, что нам даже лишних слов не надо было говорить. Мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Даже сейчас вот я чувствую его поддержку и я знаю, что он меня оставил и он помогает. Мама героя также рассказала, была у Гриши мечта. И касалась она родного села. Григорий говорил, мам, он еще маленький был, даже подростком не был. Мам, когда я вот вырасту, выучусь, я обязательно приду в свое село, родное село и я сделаю дорогу. Все время твердил. А он после уже служил и как-то приехал в отпуск, и мы обратно туда поехали. Он говорит, мам, все равно я сделаю, все равно. Но, к сожалению, у Григория мечта не сбылась, он меня сделал. Эту мечту мы теперь обязаны организовать. Мордовия всегда будет хранить память о Григории Слугине, а его близким будет оказываться поддержка абсолютно во всех вопросах. Их сын, брат, муж отдал самое ценное – свою жизнь за мирное небо над Россией, за наш покой и наше будущее. Слава герою России! Юлия Исайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости. Люди героической профессии. 27 апреля в Саранске прошло торжественное собрание. Оно было посвящено 375-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. С праздником огнеборцев поздравил глава Мордовии Артем Сдунов. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Владимир Надькин. Жители Мордовии надеются на сотрудников МЧС. Они приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях. Огонь, вода вокруг, а для них это просто работа. И ее они выполняют с отвагой и честью. В минувшем году они потушили 2338 пожаров. Спасли 86 человек. В их тяжелой и самоотверженной работе им помогает и власть. Пожарные части оснащаются современной техникой. Некоторые ее образцы были представлены перед Русским государственным театром драмы, в котором прошло торжественное собрание, посвященное 375-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. Те, кто выбрал профессию пожарного, выбрал дорогу служения людям. В регионе действует свыше 100 подразделений всех видов пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований численностью более 1600 человек. Благодаря вашей самоотверженной работе вы занимаете достойное место среди противопожарных частей всех регионов России. По праву заслужили доверие жителей нашей республики. В целом нам удается добиться снижения числа пожаров в жилом секторе, на сельхоз-объектах, производственных знаний на объектах социальной сферы. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить возможные трагедии, сберечь их, конечно, лесные угодья. На торжественном собрании наградили отличившихся сотрудников. Особый почет тем, кто стоял у истоков становления службы. Евгений Ляпин на защиту земляков от огня встал в 1970 году. Прошел путь от инспектора до заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. За свои заслуги он удостоен почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Мордовии». Самое главное, профессионализм людей повысился качественно. Это раз в связи с появлением новой техники. Люди совершенно грамотные. Порядка 60% людей с высшим образованием. Самое главное, профессия не изменилась. Героизм и помощь людям. Огнеборцы Мордовии всегда на чеку. Всегда готовы прийти на помощь, несмотря ни на что. Сейчас пожарная охрана республики – это сложная, четко налаженная система, способная решать все поставленные перед ней задачи. У нас лучшая работа в мире, я всегда говорю, самая лучшая профессия. Доброе, светлое, чистое, замечательное. Мы сделали правильный выбор. У нас не бесцельный, а бесценный прожитый выбор. И всех я с этим поздравляю. На торжестве самые искренние слова благодарности за многолетнюю службу были высказаны в адрес ветеранов. Кадеты из классов МЧС вручили им цветы. Огнеборцы на посту всегда. Когда и где понадобится помощь, предугадать невозможно. Но одно ясно точно. Лето впереди непростое. В своей профессиональной среде они желают друг другу сухих рукавов. Рукав – это шланг, по которому при тушении огня подается вода. И если он у пожарных сухой, значит, имущество и, главное, жизнь людей в безопасности. Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин. Народные новости. Задания выполнены лучшие, определены. В Саранске объявили итоги интеллектуальной олимпиады Приворского федерального округа для студентов IQ-ПФО. Лучших из лучших выбирали по конкурсным направлениям и общекомандному зачету. С подробностями Ольга Данилова и Сергей Скалов. Позади два дня мозгового штурма, а сейчас участники в предвкушении итогов интеллектуальной битвы. Участниками внутривузовского этапа этого сезона стали почти 16 тысяч человек. И только 224 вышли в финал и приехали в Саранск. Очень интересный опыт, потому что в таких олимпиадах я участвую впервые. Обычно просто приходишь, тебе дают бумаги с заданиями, ты их решаешь и сдаешь. А здесь какой-то интерактив, то есть еще и работа в командах. В общем, интересный формат. Впечатления остались хорошие. Запомнилось тем, что это было очень трудно. Это было два плотных рабочих дня. Времени на отдых почти не было. Но мы решили все задачи, которые стояли, показали максимум того, на что мы способны и в целом довольны своей работой. А КЮПФО – это не только возможность проверить свои знания, получить новый опыт и связи. Например, призеров и победителей направления конкурса инженерных команд пригласят на стажировку на ведущее предприятие Приорского федерального округа. А призовые места в этой номинации распределились следующим образом. Бронза у команды из Удмуртии, серебро у Самарской области первое место завоевала команда Мордовии. Мы пытались, сделали все, что могли. В этот раз получилось занять призовое место. Мы в своем направлении первые. Буря эмоций. В номинации «Парламентские дебаты» лучшим спикером стал Роман Сухов из Татарстана. Среди команд лучший результат у Башкортостана. В робототехнике первое место у ребят из Мордовии. А в тройке лидеров направление «Что, где, когда» участники из Татарстана, Пензенской и Нижегородской областей. Мы нашей командой от Пензенской области участвуем уже третий год подряд. И с каждым годом становится им все лучшее. Сначала было десятое место, потом седьмое место. В этом году наконец-то заняли второе, чему очень рады, потому что планировали войти в топ-3. На самом деле задания из года в год меняются. Их невозможно предугадать. Также впервые в программу были включены два новых направления. По программированию беспилотных летательных аппаратов награды из рук ветерана специальной военной операции Юрия Полобичева получили команды Нижегородской области, Мордовии и Самарской области. По пилотированию лучший результат показали участники из Кировской области, Мордовии и Татарстана. Олимпиада проводится в Мордовии в девятый раз. Сейчас география участников существенно расширилась. Мне приятно, что у нас за 200 участников, 250 участников, что у нас со всех регионов КПО, Запроложье, Донецк, Беларусь, я слышал, Беларусь, Беларусь, Нижегородные, Нижегородные, это здоровье, ребята. Несмотря на то, что центр находится в Преволшино, на федеральном поле. По итогам общекомандного зачета третье место завоевали участники из Нижегородской области. Серебро отправилось в Оренбург. Награду за первое место вручили участникам из республики Мордовия. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Полезная традиция во всероссийском масштабе. 27 апреля к Большому субботнику присоединились жители всей страны. Мордовия не стала исключением и началась масштабная уборка с Рузаевки. В этот день после зимней спячки привели в порядок сразу несколько общественных пространств города. С подробностями Дарья Боронина и Дмитрий Малахов. Прошлогодние листва и твердые коммунальные отходы. То, что с приходом весны, портит пейзаж и настроение. Вооружившись гроблями и метлами к борьбе за чистоту, присоединились даже самые юные жители Рузаевки. Прилегающую к 10-й школе аллею машиностроители привели в порядок педагоги и их воспитанники. Мы стараемся здесь очень часто поддерживать порядок. Так как мы сами здесь всегда гуляем, развлекаемся, проводим наши школьные какие-то мероприятия. То есть и для себя, и для людей мы стараемся сделать добрые дела. Добавлю, аллея машиностроителей получила обновленный облик в 2021 году. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Еще один участок программы благоустроенный в 2023 году территория по бульвару Горшкова. В рамках Всероссийского субботника на этом значимом, а теперь еще и чистом месте поочередно к участию присоединилось свыше 500 человек. Загрязнение окружающей среды волнует уже долгие годы. Для этого были придуманы субботники. И сегодня эколаволонтерский отряд лицея номер 4 присоединился к Всероссийскому субботнику. На этом участке удалось совместить сразу два полезных дела. Пока одни добровольцы делали свою малую родину чище, другие помогали жителям выбрать объект благоустройства на следующий год. Напомним, в Розаевке претендентами на преображение стали привокзальная площадь и музей боевой техники под открытым небом по улице Луначарского. Сделать свой выбор важно. Территория победителей прошлых лет – отличный тому пример. Для нас вообще это очень значимая территория. Во-первых, здесь память наших земляков, которые погибли в горячих точках. Это очень важно в настоящее время. Помнить, знать, кто были герои, как они отдали жизнь за наше поколение. Это важно. Во-вторых, в период голосования вся наша педагогическая общественность, родители, дети отдали голоса за благоустройство в этой территории. А эту улицу привести в порядок особенно важно. Ведь совсем скоро здесь разместятся торговые ряды с продуктами. 29 апреля на Юрасово пройдет большая предпраздничная ярмарка. Участниками субботника на этом участке стали сотрудники дорожного и городского хозяйств, а также администрации городского поселения. Они не только собирали мусор, но и белили бордюры. Это важно, потому что, я считаю, так как объявлен Всероссийский субботник, каждый гражданин нашего города должен внести свою лепту в уборки нашего города. Чтобы мы жили очень хорошо в чистом городе, и нам было приятно самим находиться и гулять по нашему городу. Напомню, 27 апреля Всероссийский субботник проходил повсеместно. Присоединиться к участию и сделать мир вокруг чуточку чище смогли жители каждого региона и каждого населенного пункта страны. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов, Народные новости, Розаевский район. Сделать свой родной город чище в рамках Всероссийского субботника смогли также сотни жителей Саранска. Большая уборка прошла в разных уголках столицы Мордовии. Особое внимание уделили общественным пространствам, благоустроенным по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Подробности далее. Все, что мешает проезду и проходу, отправляется в черные мусорные мешки. Участники Всероссийского субботника приводят в порядок прилегающую территорию к парку Победы. Работа кипит, одни подметают, другие складывают мусор, у третьих руки заняты лопатами, четвертые активно орудуют кистью. Сегодня мы красим бордюр и убираем парковку возле парка Победы, чтобы здесь было еще чище и чтобы наши детки приходили сюда в чистый парк. К Всероссийскому субботнику на этой территории присоединились десятки человек. Это активисты «Единой России», работники администрации Октябрьского района, волонтеры, сотрудники управляющих компаний и местные жители. Занятие нашлось для каждого участника. Здесь очень много работы, видите сами, за зиму накопилось грязи, будем убирать. Однозначно такие мероприятия нужны, люди должны помогать уборке города, это хорошее дело. Оно объединяет и пользу приносит. С самого утра борьба за чистоту развернулась и на бульваре Веденяпиных. С каждой минуты мешки с мусором становятся больше, а территория чище. Все для того, чтобы ни один фантик не омрачил впечатление от прогулок по бульвару. Много людей изъявили желание, кроме администрации, работников администрации, управляющих компаний и жителей участвуют. Вообще, как говорится, чисто там, где не мусорит, но где мусорит, надо убираться. Не остался без внимания и парк Ленинского района. Здесь экоактивисты подметают дорожки, собирают случайный мусор. Сегодня у нас участвует где-то порядка 120 человек. Это все сотрудники администрации городского округа Саранск и подразделений. То есть это муниципальные предприятия, казенные учреждения. Все пришли по зову сердца своему, так как каждый человек желает, чтобы город его был чистым, аккуратным, уютным. Парк Ленинского района, так же как бульвар Веденяпинах и парк Победы, был благоустроен в рамках проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны. А в следующем году федеральный проект подарит новый облик еще одной территории Саранска. Какой именно, жители республики будут решать до 30 апреля. Голосование проходит на сайте 13.городсреда.ру Всего за время действия этого проекта в Мордовии преобразились в более 340 дворовых и общественных территорий. Ольга Данилова, Народные новости. Сделать мир вокруг себя чище. Такая цель сейчас объединяет тысячи экоактивистов, студентов, школьников и взрослых по всей России. И все благодаря Евразийскому кубку чистоты, международному турниру по чистым играм. 27 апреля жители Саранска в игровой форуме приводили в порядок центр города – набережную Саранки. В чем смысл и польза турнира, расскажет Анастасия Кулагина. Место для проведения уже третьих по счету за эту весну чистых игр было выбрано не случайно. Набережная реки Саранки – одно из самых оживленных и любимых мест для прогулок. Но из популярности общественного пространства вытекает экологическая проблема. Большое количество мусора вокруг. Он мешает прохожим наслаждаться природой, а также вредит экологии. Мероприятие очень важное, значимое. Оно проходит в период прохождения субботников. Экологическое воспитание не только молодежи, но и всех жителей. Оно очень важно. Мы вносим большой вклад в экологию. Решаем вопросы по чистоте нашего города. Чистые игры не просто субботник, а настоящее соревнование между командами. На этот раз их 15, в каждой по 4 человека. Задача одна – собрать как можно больше мусора за час и грамотно его рассортировать. После большая часть отходов будет передана на переработку. За каждый рассортированный мусор дается баллов больше, чем за смешанный мусор. И поэтому тут важна и скорость, но и навыки раздельного сбора отходов. У нас будут призы и от партнеров и спонсоров, и призы от организаторов. Это футболки, толстовки, термокружки, которые будут напоминать участникам о сегодняшней игре. Кто-то принимает участие в эко-игре в первый раз, ну а кто-то стал уже постоянным волонтером чистых игр. Многие приходят со своими друзьями или родными. Это не только делает соревнования более интересными и азартными, но и помогает быстрее и тщательнее очистить окружающую среду от следов пребывания невоспитанных людей. Анастасия Кулагина, Народные новости. Меньше мусоришь, меньше убираешь. В рамках Всероссийского субботника в Саранске полезные для окружающей среды акции прошли сразу в нескольких точках. Одной из таких территорий стал фонтанный спуск. Здесь работала интерактивная игровая площадка от регионального оператора по обращению с отходами «Ремондис». Взрослые дети смогли узнать больше о раздельном сборе мусора. Пока парки, скверы, дворы и бульвары Саранска очищали от мусора, на фонтанном спуске рассказывали, как сделать так, чтобы этого мусора было меньше. В легкой игровой форме школьникам объяснили, зачем нужно перерабатывать отходы, и показали, как правильно их сортировать. На нашей интерактивной площадке мы организовали разнообразные настольные игры для детей. Мы в интересной игровой форме рассказываем и показываем, почему важно разделять отходы и собирать отдельную упаковку из металла, бумаги, пластика и стекла. Ребята научились различать контейнеры для разных видов отходов, узнали, как правильно сортировать мусор дома. Знания применили на практике. Сортировали пока что не настоящий мусор, а игрушечный. Попробовали распределить органические, подлежащие переработке и неперерабатываемые отходы по нужным контейнерам. Вот лейкопластырь, как вы думаете, к каким отходам он относится? Не перерабатывающийся. Я вас удивлю, пластырь относится к опасным отходам, потому что использованный пластырь может содержать на себе следы крови, следы слизистых, которые могут содержать в себе бактерии, вирусы и могут быть опасны для окружающих. Мусор сортируется по разным контейнерам и по разным типам, а не в одну кучу, как мы все многие привыкли и не знающие. Мусор нужно обязательно сортировать, чтобы не загрязнять погребы. Экологическая акция прошла на фонтанном спуске не просто так. В день Всероссийского субботника особое внимание уделили территориям, которые были облагорожены в рамках программы формирования комфортной городской среды. Фонтанный спуск – один из претендентов на благоустройство в следующем году. Какой из трех пространств станет победителем, будет известно уже совсем скоро – 30 апреля. А пока у жителей Саранска еще есть время отдать свой голос за одного из кандидатов. Сделать это можно на сайте 13.городсреда.ру или с помощью волонтеров. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, Народные новости. По велению сердца. 27 апреля, в день российского парламентаризма, молодые депутаты Мордовии приняли участие в акции по сдаче донорской крови в поддержку тех, кто в эти минуты самоотверженно защищает интересы России в зоне специальной военной операции. Подробнее об акции расскажет Кристина Стомина. В марте этого года на заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО Мордовия выступила с инициативой устроить единый день донора для молодых парламентариев. Идею поддержали по всему Приволжью. Сегодня мы связывались с молодежным парламентом Нижнего, Новгорода, они сдали кровь вчера, Удмуртия, Пенза и многие другие. Символично, что самые молодые парламентарии своим собственным примером для таких же молодых коллег, для своих товарищей показывают, что нужно не словом, а делом оказывать посильную помощь для тех, кто защищает наши жизни. Лично для Виктории Богдашкина эта донация четвертая. Впервые парламентарий сдала кровь еще будучи студенткой-первокурсницей. Полезную инициативу теперь популяризируют среди всей молодежной палаты Мордовии. За один день в акции поучаствовало около 30 депутатов. Идея нашла отклик, потому что парламентарии понимают, их кровь может спасти жизнь и даже не одну. Кристина Стомина, Народные новости. В Мордовии продолжаются весенние полевые работы. Посевная площадь по всей республике порядка 763 тысяч гектаров. Это на 3700 больше, чем в 2023. В этом сезоне одними из первых на поля вышли аграрии Кавлкинского района. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. К севу яровых культур в Кавлкинском районе аграрии Толины приступили 12 апреля, опередив коллег из других районов республики. Уже засеяли ячмень и горох. Сейчас в серое полотно Кавлкинских полей отправляются семена масличного льна. Общая посевная площадь занимает 153 тысячи гектаров. Весенний сев запланирован на площади 104 тысячи гектаров. На сегодняшний день посеяно 45 тысяч гектаров ранними яровыми культурами или 43% от занимаемой площади. Завершить сев ранних яровых культур в агропредприятии планируют через неделю. Затем по мере прогревания почвы настанет очередь теплолюбивых культур, в частности сои. На посевной задействовано 34 посевных комплекса, которые работают в круглосуточном режиме. Каждый такой агрегат в среднем за сутки засевает 180-200 гектаров в зависимости от конфигурации поля. Семенами ГСМ обеспечены средствами защиты растений, обеспечены на весь полевой сезон 2024 года. Посевные работы идут и в других хозяйствах Кавлкинского района. Посевная площадь по муниципалитету 64 409 гектаров. Порядка 48 тысяч гектаров задействуют подзерновые и зернобобовые, около 14 тысяч подмасочной культуры. Всего же аграриям Мордовии нужно посеять почти 517 тысяч гектаров яровых культур. Ольга Данилова, Максим Бекеев, Народные новости, Кавлкинский район. Закон, порядок и помощь гражданам министр внутренних дел по республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков провел прием граждан. Глава ведомства побеседовал с жителями Саранска, а также Чамзинского, Розаевского и Инсарского районов. Основные темы обращений – вопросы о предварительном расследовании уголовных дел, объективности проверок сообщений о совершенных преступлениях. К примеру, жительница Розаевского района рассказала министру о перевозчике, самовольно поднявшем стоимость проезда на 10 рублей. Еще один местный житель обратился с вопросом урегулирования правового положения его пожилой матери на территории Российской Федерации. Женщина – гражданка Казахстана. Всего на прием к руководителю ведомства обратились 22 человека. Ряд обращений Юрий Поляков взял на личный контроль, а также поручил детально разобраться в каждой конкретной ситуации и принять меры для помощи обратившимся. Праздник рок-музыки в Саранске отгремел уже 27-й рок-фестиваль «Взгляд назад». На сцене Мордовской филармонии в этот раз выступили 15 групп из Казани, Энгельса, Чебоксар и, конечно же, Саранска. Энергичные и эмоциональные песни не оставили никого равнодушным. В этом убедилась наша съемочная группа. На сцене те, кто любит исполнять рок-н-ролл. В зрительном зале те, кто любит его слушать. Эти встречи на постоянной основе продолжаются с 1998 года. За 27 лет перечень коллективов и даже их состав менялись, но любовь к рок-музыке не исчезла. И это главный стимул развивать фестиваль и привносить в него что-то новое. 27-й «Взгляд» отличается тем, что мы взяли планку неких экспериментов. И в этот раз, помимо симфонического позапрошлого года и струнного оркестра Донецкой филармонии в прошлом году, в нашем фестивале принимает участие биг-бенд «Саранск». И это очень приятный сюрприз для наших любителей и джаза, и рока. Это грандиозно. В основном в рамках фестиваля исполняются каверы на известные классические хард- и рок-произведения. Со сцены можно услышать хиты, например, «Короля и шута», «Куин», «Арии». А казанская группа «Wiz» представила любимые многими песни британской рок-группы «The Beatles». Ежегодно «Взгляд назад» собирают под своим крылом и молодых исполнителей, и уже бывалых рокеров. Но находятся и те, кто не расстается с фестивалем с самого начала его существования. Для них ежегодное участие уже не просто традиция, ритуал, возможность пообщаться с единомышленниками. Один из таких коллективов – группа «Муравьев плюс бенд». Вот в этот раз мне не хотелось вообще заниматься чистой музыкой. Уже как-то голова не та, уже скоро 69, уже память не та. Потолкуло меня, мой организм, то, что мы здесь встречаемся с друзьями раз в год. Мы приехали, казанцы наши друзья там, приехали, господи, как его, говорит, Энгельс наши друзья. Здесь с двух вот этих вот «не хочу, не хочу» сложилось, что надо играть. И для участников, и для зрителей фестиваль – это возможность встретиться со старыми друзьями или познакомиться с новыми людьми, а также насладиться и вдохновиться энергией ярких живых выступлений. В очередной раз «Взгляд назад» доказал – рок-н-ролл в Мордовии жив и продолжает развиваться. Анастасия Кулагина, Владимир Надькин. Народные новости. Третий сезон юношеской футбольной лиги официально стартовал. Первые матчи зоны при Волжье прошли в Саранске. Здесь 27 апреля главный турнир для подрастающих футболистов открывали коллективы из Мордовии и Башкортостана. На этот раз на поле вышли уже три состава команд. В борьбу вступили ребята 2009, 2008 и 2007 годов рождения. Как прошел первый матч сезона, знают Ирина Семенова и Александр Овчинников. На Мордовии арене началась футбольная пора и началась она с события масштабов страны. Новый сезон юношеской футбольной лиги открыт. Для саранских команд уже по доброй традиции стадион Мундиаля станет домашним. Играющие в зоне при Волжье коллективы из столицы Мордовии проведут здесь 11 матчей. Первыми соперниками стали ребята из Уфы. На поле команды 2009 года рождения. Они начинают свой путь в юношеской футбольной лиге. Главный подростковый турнир страны открывает свой третий сезон. Символично, что в этом году в нем сыграют сразу три возраста. Команды 2007 и 2008 годов уже на опыте, а новичкам важно проявить себя с самых первых матчей. Вообще главная цель, да, это подготовка действительно резерва для сборной России, да, профессиональных футболистов. И, безусловно, ребята должны не только в игровом плане, да, как именно профессиональных, как футболистов, а также ментально, психологически, то есть медийно быть готовыми. И игра на большой арене, она очень важна. Дебютировала Мордовия 2009 аккуратно, но уверенно. Уфимцев к своим воротам не подпускали, а сами первый гол забили на 36-й минуте. Счет размочил саранский форвард Тимур Бедеринов. Во втором же тайме на 72-й минуте блеснул еще один Тимур. 24-й номер Мордовии Фитхулов оказался в нужном месте в нужное время. Встретил передачу от Данилы Василькина и увеличил разрыв. Счет 2-0, таким он и останется до финального свистка. Младшие юноши из Саранска празднуют свою первую победу. Следом же в борьбу вступили команды 2008 года рождения. Ворота Уфы саранские ребята сумели заглотить целых пять мячей. Авторы голов Савва Коротов, Константин Егоров, Александр Дворецков и Артем Тарасов, оформивший дубль. И эти мячи остались бы безответными, но на 87-й минуте гол престижа забил Газинур Кужин. Тем не менее, разгромная победа Мордовии 5-1 дает отличный старт одним из главных фаворитов средневозрастной группы. А вот Мордовии 2007 не повезло. Свой путь в новом сезоне начали с поражения. На 19-й минуте ворота хозяев распечатал Эмиль Майоров. На 39-й саранский полузащитник Кирилл Беляев сравнял. Но на 55-й, впоследствии удаленный Амир Харисов, вывел свою команду вперед. Исход игры 1-2. В следующем сезоне возрастной состав ЮФЛ уже не расширится. Старшим юношам предстоит покинуть лигу и уступить дорогу новым поколениям. Зато в планах создание межрегиональной молодежной футбольной лиги. Следующие матчи мордовские команды проведут в Татарстане. Во втором туре 4 мая противникам станут казанские трудовые резервы. Ближайшие домашние игры пройдут 11 мая. В Саранск приедут гости из Челябинска. Ирина Семенова, Александр Овчинников. Народные новости. Красиво, элегантно и со вкусом с 25 по 27 апреля в спорткомплексе Мордовия состоялся республиканский турнир по художественной гимнастике Анютины Глазки. Какую программу для судей и зрителей подготовили спортсменки, расскажем в сюжет. В течение двух дней участницы соревнований и гости из других городов боролись за медали в индивидуальной программе, дуэтах, трио, а также в групповых упражнениях. Состязания собрали около 300 юных спортсменок разного возраста из разных точек России. Москва, Ульяновск, Самара, Тольятти и другие города. География состязаний впечатляет. Есть гимнастки, на которых приятно посмотреть, которые участвуют и на российских соревнованиях. Входят в сборную России среди юношей. То есть очень интересно смотреть. И каждый тренер выставил красивые композиции. То есть уже к концу сезона подходит, но все равно наши гимнастки показывают каждый раз все лучше и лучше. И результат, и композиция. Настрой у всех гимнасток боевой. Каждая девочка готова продемонстрировать свои способности, и у каждой есть четко поставленная программа. Несмотря на юный возраст, желание четко и без запинок отработать элементы программы – общее для всех. Для гимнасток важна как победа, так и самоучастие, возможность получить турнирный опыт, показать свой талант и спортивное мастерство. Выиграть саму себя, преодолеть свои страхи, сделать упражнения чисто. Особенно булавы, в которой я очень много работаю на тренировках. Было несколько раз на параде «Грация», там у меня все первые места. В Ильяновске были соревнования, там было третье место. В Шумбрат, там тоже первое место. Стоит отметить, что оценки выставляются за выполнение упражнений с каждым предметом, а медали и места распределяются по сумме всех набранных очков. Немаловажную роль играет сложность элементов техника их исполнения и артистичность юных «Граций». Ксения Заварюхина, Сергей Соколов, Народные новости. На этом у нас все. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Валерия Новикова. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи.